Расскажет про, собственно, поток, на что обращать внимание при упаковке, в принципе, в Зайдзе Безусловского парка, который, во-первых, а, работает, во-вторых, имеет перспективу и возможность получить меры поддержки со стороны нашего государства. Алис, я хочу тебе слово. Спасибо тебе. Спасибо большое. Ну, в итоге, да, Максим, я 40-минутный доклад такой сделал в программе, установочной, я так понимаю. Действительно, хочу рассказать в первую очередь про то, с одной стороны, как делать парк, но, с другой стороны, все-таки, это будет не теоретическая история будет, а практическая, в которой мы собрали все наработки и все, что мы увидим, это последние, наверное, на, ну, в общем-то, все годы существования как Ассоциации, так и той же программы Министерства экономического развития, да и других меры поддержки, опытом наших коллег по парке дел, какие ошибки совершались, какие ошибки учитывались, и какие лучшие практики применялись. Вот, но у меня есть какое-то количество концептуальных слайдов и какое-то количество практических, но пройдусь по всем. Вообще, коллеги, вот вопрос к вам, а кто, в принципе, стоит сейчас перед вопросом создания парка с нуля? У нас есть такие? Есть, да? Хорошо. То есть, хотя бы для части аудитории эта информация будет особенно полезна, ну, а для другой части, я думаю, будет полезно в сфере часы и учесть что-то при дальнейшем развитии своих площадок. Когда коллеги в регионах ставят себе цель создать стольный парк, как правило, у них возникает несколько вопросов ключевых, на которые, вот, начинают искать корадочный ответ, так скажем. И этот ответ, иногда невозможно так просто людей взять, посмотреть, у соседа, и приходится над каждым вопросом достаточно угодно работать. Собственно говоря, вот четыре основных вопроса я здесь выделил, для кого мы будем создавать индустриальную практику, то есть, кто наш клиент будет, где мы его будем строить. Причем, здесь есть двоякая ситуация. С одной стороны, у нас есть территория, и эта территория, она имеет исторический бэграунд определенный, и она уже задает некие рамки ответа на вопрос для кого. Но, кроме территории, есть еще локация, то есть, а где конкретно мы на этой территории будем располагать наш объект, наш парк. И вот здесь как раз есть поле для поиска. За сколько мы все это будем строить, то есть, за сколько времени мы это будем строить, за сколько денег это надо настроить. и, наконец, в каком порядке все это реализовывать, что сначала строить, сначала найти клиента, потом инфраструктуру вызвать, нет, сначала будем делать инфраструктуру, вымыскать клиента, какое, просто все вызвать. Где-то достаточно минимум, чтобы уже все это начало работать. Все это не праздные вопросы, потому что объекты, индустриальные парки наши достаточно голоемкие объекты китайного строительства. И оптимизировать этот процесс, в общем-то, оно бывает жизненно важно. Ну, всегда практически. Вот я специально определил первый пункт для кого, потому что на самом деле ключевой он задает цель всего проекта. Хотя, как правило, по опыту все начинают с вопроса где. то есть вернее так, ответ на вопрос где у всех уже есть, то есть все с какой-то земельным активом или площадкой конкретной начинают пытаться найти ответ для кого же можно эту площадку сделать. Ну так это как бы жизнь, жизнь такова, но мы с вами пойдем по логике изложения правильной, поэтому вот собственно на эти четыре вопроса я попытаюсь ответить сейчас в своих слайдах. Ну, собственно говоря, если мы будем пытаться ответить вопрос для кого, то мы срана понимаем логику нашего клиента, то есть производственной компании, компании, которая хочет открыть свой завод на территории и что-то выпускать. И понятно, что это отдельный бизнес со своей логикой и эта логика, как правило, по нашему опыту, это логика инвестора, она складывается из четырех факторов основных, которые, собственно говоря, лежат в основе принятия решения о локализации где-то не было. Что это такое? Это во-первых рынок забыта того товара, который будет производиться. Это солевая база либо поставщики, которые есть на территории или рядом с ней и от которых зависит собственно говоря функционирование производственной цепочки этого предприятия. Это персонал, причем вот если раньше наверное рынок был определяющим, то сейчас вопрос наличия кадров их подготовки переподготовки он наверное в один ряд сейчас выходит с вопросом наличия товарного рынка потому что сами технологии производства таковы на сегодняшний день, что в общем-то с рынка взять некого. То есть вам в любом случае ну вам а вашим клиентам производственным компаниям в любом случае приходится прорабатывать вопрос обучения и подготовки кадров и вы знаете здесь даже уже не персонал появляется а на самом деле образовательная инфраструктура то есть это университеты это тропы техучилища и другие формы подготовки профессионал и значит и четвертый момент это администрирование это все что связано собственно с вопросами локализации непосредственно получения разрешений запуском производства налогоблажением и вообще качеством формы качеством ведения бизнеса на территории формы поддержки работающих предприятий со стороны администрации собственно говоря только после этого только после того как эти четыре пункта прояснены для инвестора происходит стадия уже выбора площадки непосредственно и здесь определяющая роль у нас играют два момента это собственно физическая инфраструктура которая есть которую мы непосредственно строим и те сервисы которые могут оказываться на этой инфраструктуре со стороны управляющей компанией или других компаний которые работают на этой площадке собственно говоря вот эта логика она была изначальной при вообще появлении такого типа инфраструктуры как промышленная инфраструктура как промышленная недвижимость коммерческая и в центре этой логики всегда стояла компания производственная компания но если мы посмотрим на развитие этой мысли на развитие этой логики на развитие тех проектов которые смели то в центре становится уже не компания а становится по сути человек и то есть это те люди которые на этой территории будут работать и будут осуществлять некие процессы и это абсолютно справедливо потому что наш индустриальный парк как форма промышленной зоны по сути является такой же функциональной зоной строительства как и регуляционная зона как и жилая зона как и любая другая функциональная зона в городе и собственно говоря точно так же как и там в центре у нас находится человек и его пыт его функционирование его пользование этой зоной так и в промышленной зоне точно такая же история возникает собственно говоря все промышленные вся промышленная инфраструктура сегодня в мире она делается в рамках больших проектов комплексного развития и встроена органично встроена в другие функциональные зоны которые окружают я всегда рекомендую посмотреть на проект который реализуется в Малайзии зона эскандер так называемая это огромная территория в несколько по-моему сот тысяч кектар которая реализуется как единый проект комплекс в котором есть все там есть несколько кластеров площадок промышленных под разные типы индустрии и есть рекреационные парки есть социальные объекты есть жилье нескольких классов и все это компании принимают решение о локализации там не потому что там есть хорошие провода тропы потому что людям там будет комфортно работать собственно говоря это та логика которая я очень надеюсь она приходит в нашу страну но я очень надеюсь она станет основной у нас это одна логика а вторая логика которую я бы хотел рассказать связана с стадиями развития рынков собственно говоря это те самые рынки с которых мы берем своего клиента и тут нужно понимать как эти рынки возникают и как они исчезают и что с ними происходит на разных стадиях и где мы в этих стадиях собственно говоря понятно что мы можем с одной стороны мы можем искать клиентов в тех индустриях и отраслях которые уже существуют и находятся на поздних стадиях развития но всегда встает вопрос а как сориентироваться и как найти те компании компания в тех индустриях которые новые которых может быть не было вчера они возникли только сегодня или же получат широкое развитие в завтрашнем дне через год через два но понятно что если сейчас договориться найти клиентов то собственно говоря производственный цикл он будет абсолютно новый и он будет запущен на этой территории впервые и даже может быть и на соседних территориях тоже не будет конкурентов ну и собственно говоря здесь нужно понимать что ниша рынок целиком он проходит в некоторой стадии развития как и в общем-то все в нашем мире это следующая стадия то есть это появление технологии дальше эта технология превращается в продукт продукт в какой-то момент начинает продаваться и на нем делает бизнес и только после этого у нас происходит создание множества компаний производственных которые этот продукт начинают продавать и создавать сам рынок и происходит стадия роста рынка собственно говоря консолидируется и дальше он либо доживает свой век технологии меняются ну если технологии меняются то он соответственно исчезает умирает вот мы в этом процессе возникаем мы как индустриальная партия как инфраструктура где-то в момент когда уже понятно что есть компании и сам рынок начинает расти вот здесь появляется вопрос инфраструктурного обеспечения таких компаний которые позволяют собственно говоря им экономить на производственных процессах в первую очередь в том что называем локализацией инвестиционной стадии но и также на эксплуатационной стадии и собственно может быть даже ключевых технологических процессах и эта логика обычная и она безрисковая так скажем но ее изъян в том что нам постоянно нужно ждать нам нужно ждать пока появятся эти компании и собственно говоря рынок начинает образовываться но если мы начнем принимать действия при которых наше инфраструктурное обеспечение будет способствовать тому чтобы сам бизнес появлялся а может быть даже сама технология появлялась то есть делать и технологическую инфраструктуру тоже или же мы с этой технологической инфраструктурой будем работать не обязательно в рамках самого допустим в форме какой-то коллаборации или кооперации то мы будем иметь возможность так скажем создавать эти рынки и создавать эти компании которые на этих рынках будут работать вот еще один концептуальный у меня слайд наверное практически последний собственно говоря когда мы определили кого же мы хотим видеть на своей территории дальше очень важно спозиционироваться то есть вернее сфокусироваться даже слово более правильное сфокусироваться на тех компаниях которые действительно лежат в росле той специализации которую мы для себя определили ну что значит сфокусироваться это значит нужно составить непосредственный перечень этих компаний лонг лист так называемый вот сейчас буквально недавно было совещание у помощника Белоусова и вот Смолянская область представила свой список потенциальных инвесторов на свою территорию то есть они для каждого района подобрали специализацию и написали прям лонг листы компании которые работают в этих отраслях и локализовать которые было бы наиболее интересно у них на территории производства ну собственно это вот не такой базовый абсолютно необходимый но достаточно хороший пример того как этот процесс определяется потому что как только вы этот монт-лист составили все вы можете работать точечно вам не нужно ездить по конференциям по выставкам и рассказывать про территорию в формате приходите все от мала до велика у нас будет хорошо для вас это конечно хороший формат но он недостаточно эффективный по нашему опыту это опыт шести лет уже проведения бизнес-миссий зарубежных бизнес-миссий поэтому обязательно нужна здесь нужна специализация специализация и фокусирование на конкретных компаниях собственно говоря вот для понимания логики инвестора ну вот я здесь перевожу достаточно гробую но достаточно гроба но в принципе правильно ту логику которая разворачивается она разворачивается про деньги в первую очередь и складывается из финансовой модели того же самого производства и собственно говоря ее главным выводом главный здесь вывод следующий что привлекательность для компании она складывается из трех моментов привлекательность так скажем той или иной территории для локализации это конкурентоспособность товара который будет выпускаться на этой территории то есть все те косты которые будут зашиты в стоимость этого товара они будут делать этот товар конкурентоспособным на рынке это наличие самого рынка сбыта конкретно считаемого в штуках в миллионах тоннах в чем угодно и это привлекательность покупаемости которая как итог будет складываться из всех этих факторов для инвесторов собственно говоря вот три ключевых наверное шага которые нужно предпринять для того чтобы вернее которые нужно заложить в концепт создание индустриального парка для того чтобы достичь максимальных результатов вот первый шаг это нужно ответить на вопрос где за инвестор и уже фактически показывать ему обобщенный расчет его же финансовой модели как это парадоксально звучит но собственно говоря это тот шаг который сам инвестор в любом случае будет делать но если он будет это делать сам он это будет долго дорого и может даже не сделает а если вы это сделаете за него по своей территории то собственно вы сэкономите очень большое время и приблизите принятие решений положительного по отношению к популяризации тут достаточно очевидный список то есть мы просто должны проанализировать все что возможно в предыдущей формуле и показать собственно говоря что нет на земле места более эффективного для локализации чем то которое мы предлагаем второй шаг это обеспечить лучшие условия для локализации опять таки чтобы эти пункты выполнить частично нужно частично это зависит от самого качества самого качества инфраструктуры физической которую вы строите а частично это зависит от тех услуг и того взаимодействия которое вы будете производить и оказывать клиенту и понятно здесь есть ну допустим минимизация затрат на капитальное строительство это зависит от того насколько хорошо у вас построена инфраструктура в данном случае минимизация времени до запуска производства собственно говоря отлажены ли процессы есть ли у вас возможность строить подключ для клиента есть ли подрядная организация проведены ли изыскания на территории есть ли разрешительная документация или же одно окно либо же помощь в получении документации для клиента опять-таки налажена ли партнерская сеть можно ли через вас связаться с другими компаниями которые на этой территории работают и могут выступать как поставщиками так и потребителями той продукции которую клиент собирается производить компанию собственно говоря третий шаг с ним несмотря на то что он абсолютно информационный первая его часть в всяком случае но с ним очень большие проблемы у нас собственно говоря держателем информации источником информации для инвестора во всех формах поддержки которые есть должна быть управляющая компания ну вот должна быть но по факту редко им является потому что ну здесь есть как объективные сложности просто у нас действительно очень большой корпус нормативной базы и очень много мер поддержки в сфере промышленности оказывается и там не всегда в них можно адекватно разобраться но несмотря на это это нужно делать потому что компании даже отечественные компании которые у нас работают на рынке наши отечественные предприниматели они не понимают на самом деле как все это устроено они не знают что можно просубсидироваться можно просубсидировать лизинг свое производство можно например получить те или иные региональные льгоды потому что непонятно кому идти и объявления об этом нигде не несет поэтому держателем информации должна быть управляющая компания ну и во второй части это как раз то самое партнерство здесь вот пять форм собственно говоря основных мы видели выделили которые поддержка которых со стороны управляющей компании также очень важна и на самом деле по нашему опыту выходят все ли на первый план при запросах инвесторов то есть вот вот эти форматы контрактного производства значит найти поставщиков и удостовериться в том качестве их продукции перед локализацией все эти вопросы всплывают не после а перед образовать совместное предприятие найти партнера который бы отвечал за рынок а например компания войдет технологии в такое предприятие или же вообще купить готовое производство для того чтобы либо перенести либо развить либо забрать технологию ну вот собственно говоря как это выглядит на практике чему приводит локализация всего партнера с точки зрения отраслевой специализации ну во-первых у нас есть очень серьезная разница между гринфилдами и браунфилдами это даже в рамках отраслевой специализации вернее и на отраслевой специализации эта разница хорошо видна то есть у нас просто портрет отраслевой портель резидент он совершенно разный с одной стороны у нас есть автомобилестроение ну это не количество компаний это объем инвестиций которые эти компании вложили не с д м пок мы